Красный свитер За окном стало совсем темно. Слышно было море. Бакшей взял плащ, он вышел из комнаты, прошел коридором и, миновав виноградник, спустился к морю. На берегу никого не было. Зонты были сложены, и перевернутые лодки на песке пахли солоновато-кислой слизью. Бакшей встал смотреть в сторону камня, смутно черневшего метров пятидесяти от берега. Это был большой плоский камень с мягкими линиями округлых уступов. Его старательно обточило море. Несколько часов назад Бакшей сидел на этом самом камне и говорил, и глядел в серые, исполненные печального света глаза. А сейчас на берегу было темно, ветер потягивал с моря, и тяжко пахли лодочные кили. Лодки лежали на животах, подставив ветру спины, заросшие зелеными космами. Пошел дождь. Несколько секунд капли били по песку невлад в разнобой. Одна здесь, другая там. Но потом все наладилось, и дождь раскачался вовсю. Бакшейф решил вернуться. Во дворе не было ни души, и он увидел, что окна ресторана уже занавешаны. Он понял, все разошлись. Уже поздно. Все разошлись. Дождь разыгрался, как будто на всю жизнь. И раньше завтрашнего утра не жди ничего хорошего. Но спать ему не хотелось. Он не смог бы спать. И остановился недалеко от музыкальной раковины. Глинцевитый мраморный круг танцевальной площадки сверкал в темноте, и дождь вколачивал в камень длинные светлые гвозди. Невдалеке мелькнула неясная тень. Это прошла Клавдия. Видно, она проводила какого-нибудь засидевшегося посетителя, и теперь возвращалась за стойку. Бакшеев подумал, что быть одному ему сейчас, пожалуй, не под силу. И он пошел за ней в бар. Там горела только одна маленькая лампочка у радиолы. Клавдия стояла в темном углу, где-то в самом конце стойки, и расчесывала гребнем волосы, свалявшиеся под косынкой. Гребень трещал в ее руках, и из-под зубцов выскакивали стайки неоновых искр. Дверь с Бакшеевым хлопнула, и Клавдия обернулась и узнала его. — Вы меня испугали, — сказала она. — Извините, — сказал Бакшеев. — Она ловко воткнула гребень в волосы. — Который час? — Около двух. — Все бродите? — Не спится. Она сочувственно взглянула из-под ресницы. — Вы опоздали, — сказала Клавдия. — Она ушла отсюда около часу назад. Они вдвоем были. С мужем. — О чем вы? — сказал Бакшеев. — Послушай, — сказала Клавдия, неожиданно и странно обращаясь к Бакшееву на «ты». О чем ты говорил ей там, на камне? Вас все видели. Все, кому надо, видели вас. Не отвечай, молчи. Она когда тут сидела, я все смотрел на нее из-за стойки. Долго смотрела. Похоже, что с ней приключилась любовь. Бакшеев молчал. — Я пойду, — сказала Клавдия. Устала. Ноги тоскуют. Четвертую ночь за стойкой. Смены нет. Кондакова болеет. — Бедняга, — отозвался Бакшеев. — Ну, пошла, — сказала Клавдия. И словно что-то кончилось между нею и Бакшеевым. Снова обратилась к нему на «вы». — Спить спокойно. Вам нужно поспать. Пошла. Бакшеев пропустил ее вперед, и они вышли. Клавдия возилась ключом, потом она встала рядом с Бакшеевым. — Вы... — Хотите скрыть, — сказала она. — Оба хотите скрыть. Но это трудно вам будет. Как на витрине живем здесь. А на вас тем более написано, как на столбах, где ток, большущими буквами. «Осторожно, любовь!» Она накинула плащ, надвинула капюшон и, кивнув Бакшееву, пошла к домику служащих. Сперва была видна ее тень, но дождь быстро заштриховал ее косыми линиями. И опять никого не было вокруг. Бакшеев поднялся на крыту, как на красных крышках столбов поблескивали лужи. Падающие с тента капли были крупнее обычных. Они шлепали о столы с громким музыкальным звуком. В углу стоял столик, защищенный от дождя выступом стены. И Бакшеев сел на стоящий тут же соломенный стул, неожиданно сухой и поэтому кажущийся теплым. Снизу из-за деревьев доносился шум моря. Из темноты, из двойного шума моря и дождя возникла фигура Кирснера. Он плотно прижался к стене под карнизом, вытер голову платком. Бакшеев кивнул ему и пододвинул стул. Кирснер сел. — Решить представиться, — сказал он хрипло и протянул холодную мокрую руку. — Кирснер, я слушал вас, — сказал Бакшеев. — Вы превосходный музыкант. Не спите? — Проглятая изжога, — прохрипел Кирснер. Я съел уже фунт соды, а изжога все грызет. Это потому, что здесь готовят не на чистом сливочном. Я привык к домашней пище. Я уверен, что у меня гастрит или даже перегастрит, или просто хорошая язвочка величиной с розетку. — Не обращайте внимания, — сказал Бакшеев. — Постепенно обойдется. — Не могу, — капризно сказал Кирснер. — Грызет. Он показал, где чувствует боль, и пристально поглядел на Бакшеева, словно ожидая дельного совета. Не дождавшись, Кирснер вздохнул и сказал, наклонившись вперед. — Я тоже знаю вас. Я видел вас с вышки оркестровой галереи в тот единственный вечер, когда вы танцевали с Блоком. — С кем? — С Александром Блоком. — Черт вас разберет, — сердясь сказал Бакшеев. — Постарайтесь объясниться проще. — А все и так очень просто, — ухмыльнулся Кирснер. — У нас там, на оркестровой галереи, скучновато, знаете ли. Одно и то же. Твист, шмист, полька-шмолька, шлягер-шмагер. Остачертело, даю слово. Если хочешь остаться нормальным, надо как-нибудь развлекаться. Что-нибудь другое, чтоб не стать психом, знаете ли. Так, для спасения души. Мы и организовали наш конкурс женской красоты. Ну, такая игра, как будто все женщины танцуют только для нас. И мы как будто и есть самые главные в мире ценители и знатоки. Да-да, эта игра увлекает, поверьте мне. У нас даже девизы придумываются для каждой абитуриентки. А я, знаете ли, я большая шишка. Я председатель несуществующего жюри, несуществующего конкурса женской красоты. На террасе было зябко, и приятно было сидеть, подняв воротник, наперекор ветру и холоду. Я упрямый человек, сказал Кирснер. У меня есть убеждение. Я вам говорю, здесь готовят не на чистом сливочном. Иначе почему? И сжога. Пройдет, сказал Бакшеев. Расскажите-ка лучше подробнее про ваши жюри. Можете не волноваться, проворчал Кирснер. У вас все в порядке. Ваша партнерша проходит под девизом «Александр Блок». В скобках. Дыша духами и туманами. Надеюсь, этого достаточно. В ней есть что-то зыбкое, горькое и неприходящее. Вот. Видите, как я умею выражаться? В общем, у нее первое место. Учтите, принято единогласно. А в нашем жюри это редко бывает. Ну и люди собрались у вас в оркестре. Сколько, знаете. К тому же и сжога. И хочется поносить все на свете. Скажите, чего ему надо? Небось, думаете, заелся, сладкая жизнь. Да ничего подобного. Просто я не люблю, когда под музыку чавкаются. И все. И не надо мне никакой музыки. Я разлюбил. Я люблю скрип колодезного колеса. Или щелк пастушьего бича. В такой музыке сидит счастливая жизнь. И слышите? Капли дождя стучат по столам. Годится вам такой небесный ксилофон? Да, сказал Бакшей. Годится. Я думал, продолжал Кирснер, что воспою весь мир, а играю танцы. Я ничтожество. Кирснер встал. Кирснер встал и отошел к Блюстраде. Он перегнулся через перила, и дождь принялся долбить его череп. Вы мастер, сказал Бакшей, вглядя в спину собеседника. Когда объявили ваши импровизации, и вы играли соло, я понял, что вы поэт. Может быть, ваша музыка была темна и сложна, но в ней кипела страсть, в ней протягивала руки мольба. Я неграмотный слушатель, я мало что смыслен, но мне показалось, что это молитва. Так молятся о погибших. Под эту музыку нельзя танцевать. Может быть, вы предупреждали о беде? Не знаю. Я говорю невнятно, но вы не ничтожество. Нет. Я ваш поклонник. Кирснер не оборачивался. Раз в десять лет, пробормотал он, раз в десять лет в такую клятую погоду встретить сумасшедшего и услышать его понимание. Они услышали, как заворчал мотор. Кирснер перешел на другую сторону и, став у парапета, пристально вглядывался в дождь. Небо стало серовато-блеклым. Наступал рассвет. Бакшееву не хотелось шевелиться. Он сидел, подперев голову руками, прикрыв глаза и слушал ворчание чужого мотора. Мотор то взрёвывал, то затихал, кто-то нетерпеливо прогревал его. Кошнотворно запахло бензином. Так прошло минут десять. Теперь мотор тянул одну протяжную высокую ноту, как оса, которую не выпускают на свободу. Почти совсем расцвело, и нити дождя, недавно казавшиеся светлыми, стали чернеть. Пора было идти. Бакшеев поднялся, подошёл к Кирснеру и тоже стал глядеть во двор сквозь шуршащий дождь. У дверей гаража стояла малолитражка. Человек в красном свитере копошился под приподнятым капотом. Это было похоже на цирковой номер. Небольшой бегемот распахнул чудовищную горячую и зловонную пасть и отважный укротитель вложил в неё свою голову. Смертельный риск, барабанная дробь, ап. Человек в красном свитере отскочил от пасти машины. Привычным жестом врача, удачно вскрывшего абсцесс, он стал вытирать руки о замасленную тряпку. Потом он поглядел вверх. Было видно, какой яростной ненавистью блеснули его глаза, когда он распознал стоявшего у балюстрады Бакшеева. С отвращением отшвырнув тряпку, он захлопнул капот, сел в машину и перегнал её к подъезду. Со ступенек сошёл швейцар с двумя чемоданами и уложил их в багажник. Потом он вернулся к подъезду и, остановившись у двери, распахнул над собой зонтик. Медленно переложив его в левую руку, старик правый отворил дверь. Он стоял так, глядя в открытый проём. У него было клетчатое от морщин терпеливое лицо. Бакшеев сжал руками скользкие перила. Он не отводил глаз от двери. Человек в красном свитере глядел прямо перед собой. Было слышно тяжёлое дыхание Кирснера. Так прошло два-три мгновения. Из подъезда вышла женщина. Она постояла несколько секунд, словно вдыхая и запоминая серый острый дождь и запах моря. Бакшееву показалось, что она зовёт его. Он двинулся вперёд. Человек в красном свитере тотчас что-то крикнул. И женщина, вздрогнув, пошла на голос по лужам, как слепая. Швейцар проводил её, прикрывая зонтиком. Она села в машину. Газ разорвался за выхлопной трубой. И автомобиль прянул со двора. Старый швейцар стоял под дождём. «Не может быть», — подумал Бакшеев. «Не может быть, чтобы вот так всё и кончилось, едва начавшись. Кто знает, будет ли ещё такое счастье?» «Не может быть!» «Ой, ас!» — сказал Кирснер. «Ой, ас!» «Тю-тю!» — он присвистнул. Бакшеев вернулся к столу. Ветер изменил направление. И теперь в соломенном стуле стояло холодное озерцо воды. Субтитры создавал DimaTorzok